В районе Мытищинского вокзала была задержана организованная группа в количестве двух человек, которые пытались что-то там под мостом продать для того, чтобы заработать к своей нищенской пенсии. Задерживали этих двух опасных преступников сень крепких пузатых мужиков и одна блондинка. Приложили все усилия, потребовали все справки, умоляли, чтобы они прошли с ними в отделение, дескать, ну вот только в отделение с нами пройдемте, а потом мы напишем протокольчик и вас отпустим. Итак, эти двое отчаянных стариков защищались как могли, в конечном счете их разделили, разорвали их карб и увезли на тележке, с которой он, собственно говоря, и занимался какой-то продажей этого несчастного старика. Побежал, блять. Блять, 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 блять Мы меня отпустим, вы должны проследовать в отделении. Пошёл ты нахуй! Не ругайте! Отвяжите! 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 Не трогайте меня! Не трогайте меня! Вы не положите меня! Водинки порвали, всё порвали! Никто ему ничего не рвало! С твоей стороны! Затройся! Банда! Это не милиция, а банда! Это вы банды! Это вы афилисты! Двое! А тебе можно? А зачем вы мне лычку отдавали? А зачем вы мне лычку отдавали? Зачем вы мне лычку отдавали? Это не милиционер! А я сейчас это делаю! Ну сегодня же тюрьму, банды нельзя на сотрудников нападать! Не знают что ли? Пройдёмте с нами в отдел! Всё! Никто ругается с вами! Не справьте там все его! Что он там... Ветеран всего! Что только он... Не пугай! Не пугай! Не пугай! Не пугай! Не пугай! Не поеду! Не поеду, гадар! Я грей! Серь! Я сейчас тебе врежу в тебе в ряде! Да попай! Пейте! 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 Я сказал не плохо! Если Бук и едет, сказал... Как ты мне применил? Это будет надо седьмая рассед mater... Кто этот ребенок натащил в крышу? Бабу вон, дядю ее тащили, вверх дергали, она упала, упала, теперь на меня сылают, как будто я ее. Они вдвоем на нас нападают, вставлять не применять, я не пришел, в любые кучи. Да ни хрена. Вы никуда не пойдете. Ваши лыжа, живая команда. Да конечно, товарищи, иди. Подожди, я сквозь. Отойди оттуда. Отойди, отойди. Отойди, отойди. У меня вон, чем все. А я тем более после войны. Я не могу, кей, поколады их, нахуй, кей, кей, переключен. Надо удивить. Как? У меня, 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 у меня. Сейчас тоже, у меня. У меня. Давай-давай, Сидишься Давай-давай, Сидишься Что тут скажешь, когда меня спрашивают, почему вы все время показываете о том, что плохо в России, я хочу сказать, что на подобных случаях понятно, что дело вовсе не в одном человеке. Если кто-то думает, что достаточно сменить главного и все резко изменится, вы ошибаетесь. То, что происходит при Путине, уже имеет конкретное название путинизм. Это такая форма фашизма. Это не совсем фашизм, но это целенаправленная политика на уничтожение геноцид своего собственного народа. Когда полностью стерты все грани, когда все моральные планки опущены и не существует ничего человеческого. Сплошной бюрократизм, сплошное издевательство над людьми. В любой форме, в любом месте. Неважно, ребенок ли это читающий Гамлета на улице, старик ли это торгующий семечками, бабка ли это защищающая своего старика, абсолютно неважно. Против любого человека. Самое главное – раздавить, унизить, обобрать. Семь человек в течение десяти минут, а то и больше, если учитывать протоколы, которые они составляли, занимались в этот день ничем. А в городе Москве, тем не менее, происходит очень много всего. Где-то вы их не дозоветесь, а где-то они просто организованной группой нападают на двух очень опасных людей. Субтитры создавал DimaTorzok